Новости столицы в эфире. С вами Ларьяна Шемхалаева. Здравствуйте! Все основные события Махачкалинской недели смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И вначале короткий анонс. Праздничное настроение. Как готовились ко Дню Знаний в Махачкале? Как встретили 1 сентября и успели ли завершить ремонт в общеобразовательных учреждениях столицы, расскажем в выпуске. Пока одни поливают, другим нечего пить. Пригородный поселок Шамхал-Термен испытывает постоянные перебои с водой. С чем это связано, разбиралась наша съемочная бригада. В знак патриотизма и солидарности на площади столицы появилась буква Z. Мэрия поддержала солдат, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. 1 сентября десятки тысяч столичных школьников снова сели за парты. В День Знаний официальные лица поздравили учащихся и их родителей, стараясь не акцентировать внимание на негативных нотах. Так, глава Дагестана не стал предъявлять претензии к тому, что ремонтные работы в 28-й гимназии Махачкалы идут с отставанием от запланированного графика. Сергей Меликов с пониманием отнесся к ситуации в ходе осмотра объекта вместе с мэром города Салманом Дадаевым. Градоначальник объяснил, что в процессе ремонта здесь выявились дополнительные вопросы, от решения которых зависела безопасность учебного процесса в целом. Меликов подчеркнул, что правильный подход к ремонтным работам требует времени. Лучше все сделать качественно, чем в погоне за сроками сдавать объект с недоделками. В преддверии Дня Знаний Салман Дадаев осмотрел и лицей номер 39. Совместно с городоначальником общеобразовательное учреждение посетил вице-премьер Муслим Телякавов, министр образования Ехья Бучаев и в Рио начальника городского управления образования Марат Ибрагимов. В этом лицее одновременно идет обновление фасада и внутренняя отделка. Работы не были завершены до 1 сентября, и директору лицея рекомендовано предусмотреть учебное расписание с учетом скользящего графика на период завершения ремонта. После ремонта презентовали и гимназию номер 7. Мэр Махачкалы вместе с делегацией администрации города и представителями родительского комитета также посетил объект. Здесь завершен ремонт фасада корпуса, обновлена штукатурка внутри здания, произведена покраска помещений с учетом дизайн-кода, разработанного управлением архитектуры и градостроительства города. В целом, мэр Махачкалы отметил работу как удовлетворительную, но не обошлось и без замечаний. Вам дали уникальную возможность сделать ремонт в какой-то реке. Вы за 22 года, как будто бы даже не знали, где у вас трубы проходят, где у вас плохая ситуация, что у вас с батареей. Мы как раз включили, потому что мы прислушиваем батарею, не включили. Если у вас, по-моему, не включили. Мы в нормальном состоянии включили, что у вас не включили. Вы же заказчик, почему у вас паячек, что ли, вам деньги платят? Вы же ему деньги платят? Как объяснять, что там штукатуритесь или штукатуритесь? Ничего толкового из его объяснения не услышала, если честно. Отметим, в текущем году в 19 общеобразовательных учреждениях столицы произведена реконструкция на общую сумму 887 миллионов рублей. В День знаний в Махачкале открывали не только школы, но и новые детские сады. Так, в столице своей двери распахнули три детских сада на 510 мест. Это садик на 200 мест в селении Богатыревка, на 60 мест по улице Азиза Алиева и на 250 мест в поселке Новый Хушет. Дошкольные общеобразовательные учреждения были построены в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Поздравили юных махачкалинцев с Днем знаний и чиновники правительства. От имени главы Дагестана каждому учреждению подарили проекторы, а мэр Махачкалы со своей стороны вручил ноутбуки. Дадаев отметил большое внимание, которое было оказано республиканскими властями в деле решения проблемных вопросов, мешавших введению детских садов в эксплуатацию. Салман Дадаев встретился с участниками российского детского культурного форума. Напомним, он проходил на ВДНХ в Москве с 25 по 29 августа. Мэр Махачкалы стал спонсором дагестанской команды и оплатил поездку юным талантам в столицу России и обратно. В состав дагестанской команды вошли одна воспитанница Кизлярской школы искусств, двое каспийчан и четыре махачкалинца. Мы все, вся наша группа желала того, чтобы продлинили часов в сутки, чтобы успеть на все эти лекции, мастер-классы, которые предлагались участникам первого международного детского культурного форума 2022. От встреч с титулованными личностями мы получали очень много новых знаний, большой стимул для дальнейшей работы над собой. Программа мероприятия состояла из двух частей – просветительской и фестивальной. На одной площадке, помимо известных деятелей культуры, было более 1500 детей со всех регионов Российской Федерации, а также 12 иностранных делегаций. При формировании программы особый акцент делался на привлечении талантливых ребят в качестве блогеров, спикеров-соведущих, танцоров и актеров. Поздравляя ребят с успехом, городоначальник выразил уверенность, что дети, выступившие на форуме, прославят в будущем наш регион. Дагестан же был богатейшим культурой край, и Махачкала была культурной столицей Северного Кавказа. Зарима Жуна со мной спорит, говорит, что сегодня тоже, да, но не того уровня, какие школы художества у нас были, какие школы, я имею в виду по направлению, какие художники у нас работали, какие артисты у нас работали, какие режиссеры у нас были, композиторы, поэты той поры. Но в 90-е это, к сожалению, было все утрачено, и в какой-то период времени это все было отодвинуто на задний план, и сейчас вот ваше поколение, когда растет, не зря же сказал Хабиб Нурмагомедов, вот просто новое поколение вырастет, и которые станут уже другими, и будет вот, квинтэссенция такая того старого Дагестана, с традициями, обычаями, культурой и несящая в себя новые взгляды. Это вот я вот вижу, когда вас, я понимаю, что именно вы и есть наше будущее. Из-за наплыва дачников огромный пригородный поселок Шамхал-Цермен испытывает постоянные перебои с водой. Серьезные проблемы у населения наблюдаются на протяжении уже 15 лет, а пика они достигают летом, с началом поливного сезона. Почему местные жители, имея на балансе поселка два водовода, живут как при засухе, расскажет Патимат Ханапова. Ну, вы сами понимаете, как можно жить без воды. Бывает время, когда моешь посуду, чуть ли разбивать не хочется, потому что не идет нормально воды, практически нет воды. И вот так вот набираем, вот так живем в тазах, в ведрах. Тазы, ведра и прочие емкости здесь части ландшафта и интерьера домов местных жителей. Лейпитьевую воду подают только поздней ночью, когда поливы прекращаются на дачных участках. Мало того, что вода тут редкости, но и качество ее оставляет желать лучшего. Медлийская вода, которая к нам идет, иногда бывает, что пахнет она мочой, скотиной, понимаете, она воняет себя. Невозможно даже близко взять ее, понимаете, настолько она грязная вода. Ну, значит, ее не очищенным видом она идет, это техническая вода. Воды у жителя поселка не бывает каждый год с весны до зимы, поэтому вот уже 15 лет они пишут и звонят во все инстанции и борются, причем не с природой, а с чиновниками. Это уже в 18-м году, когда мы до зимы обращались, смотри, вот нам отвечает горводоканал, что мы не относимся к ним по балансовой стоимости. Они вот здесь пишут, хотя до этого у нас они как запятую деньги собирали. Это все подтвердит, что до этого года они у нас деньги собирали, но когда мы начали, у них требовалось, чтобы нас обеспечили водой. Они от нас начали отказываться, официальное письмо, что они отказываются. Здесь важно отметить, на балансе поселка находятся два водовода – Меатлинский и канал Октябрьской революции. Но количество, как правило, не отвечает за качество. Так вышло и с жителями поселка. Дело в том, что инженерные сети по линии Кора устарели трубом более 60 лет, а вода, поступающая по Меатлинскому каналу, перехватили дачники из соседнего села Кокмаскала. И при таких исходных данных мы здесь 15 лет сидим без воды и уже обезвожены до невозможности. Мы не можем ни сеять, ни сажать, ни обрабатывать ничего. Мимо вода, когда проходит, конечно, они подключатся к этому. У них тоже нету, это безвыходная для них ситуация. Мы их понимаем, делаем это халал. У нас к ним нету претензий. Нам нужна новая труба, другого объема, другая мощность подачи, чтобы она доходила до всех. Нужно менять просто систему водопровод, нужно менять питьевой воды и поливной воды. А для этого необходимы, конечно, средства, которыми мы не располагаем. Недавно пытались с миру по нитке нам водопроводить, собраться, скинуться. Но это тоже настолько капиталоемкий процесс. Мы село не потянем этого, мы просим помощи. Или покупают, или ездят, где идет питьевая вода. Для полива вот так набираете колодцы? Для полива вот так набирают. У кого возможности, у кого колодцы набирают. У кого нету, набирает тару, кто что может. Дело в том, что и поселок расширяется. За последние 10 лет население поселка увеличилось чуть ли не вдвое. Здесь уже проживает более 10 тысяч человек. Соответственно, объемы подаваемой воды также необходимо скорректировать. Люди с города приехали, после войны оттуда-отсюда приехали, расширились, огромный поселок это стал. Для всех не хватает этой воды. Понимаете, труба маленькая, которая идет. 150, что такое такая труба? Этой воды разве хватит, сколько населения здесь живет? Жители на протяжении десятков лет пытаются достучаться до власти. В 2019 году были попытки выделить средства на строительство очистного сооружения. Но проект даже не дошел до госэкспертизы и был аннулирован. Правда, стало известно, что недавно в Министерстве строительства все-таки сделали первый шаг. Новая проектно-сметная документация по объекту водоснабжения поселка Шамхал-Термен разработана. Ожидается проведение государственной экспертизы. Строительство объекта запланировано на 2027 год в рамках федерального проекта «Чистая вода». Как оказалось, в курсе ситуации и мэрия Махачкалы. Чуть-чуть с места сдвинулась эта работа. Мы надеемся, что... Какие меры были все-таки предприняты? Приняты меры были, с администрацией городской были приняты меры, чтобы приехала комиссия ЖКХ. Мы обследовали положение, посмотрели на обстановку, убедились, что действительно есть такая проблема, что в мятле трубах нет питьевой воды. Очевидно, что жителям поселка Шамхал-Термен ждать бесперебойную чистую воду как минимум три года. В принципе, согласно известной пословице, столько и приходится ждать обещанного. Но надежда, как говорится, умирает последней. Может быть, в скором времени на проблему обратят внимание на самом верху республиканской власти и возьмут ситуацию на контроль. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. 18 улиц отремонтируют дополнительно в Махачкале. Плюс к 38 улицам и автодорогам, отремонтированным в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», в столице будут реконструированы дополнительно улицы в рамках регионального проекта «Мой Дагестан, мои дороги». Об этом у себя в телеграм-канале сообщил мэр города Салман Дадаев. Все работы будут завершены до конца текущего года за счет транспортного налога. Буква «З» теперь украшает главную площадь Махачкалы. Администрация столицы выложила букву «З» из зеленых туй в знак поддержки вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции на территории Украины и поддержки курса президента России Владимира Путина. Как сообщают в мэрии города, в дальнейшем все хвойные деревья будут высажены в скверах и парках Махачкалы. Это было все, о чем запомнилась столичная неделя. До свидания и хороших вам выходных!